Здравствуйте! Меня зовут Андрей Шершнев. Я из города Барнаул. Я живу и работаю в Пекине уже много лет. Меня интересует история возникновения китайского календаря. 2016 год – это год обезьяны. Интересно, почему именно этих 12 животных были выбраны для календаря? И какие обычаи и приметы ждут людей, родившихся в год обезьяны? Интересно, что обезьяны обаятельны и обворожительны. Из-за этого очень многое в жизни прощается. Все это я знаю, потому что я сама родилась в год обезьяны. Меня зовут Олеся Корзун. Здравствуйте! Сегодня я исследователь программы «Вопросы и ответы». Нашу передачу мы начнем с очень удивительного, интересного, волшебного, мистического места. Хватит слов. Пошли смотреть. Календарь – это система времяисчисления. История китайского календаря насчитывает уже более 4000 лет. Вот это да! Вот это красота! Традиционная китайская архитектура – вообще потрясающее место. Такое ощущение. Мы находимся в Пекине, в центре города. Вокруг нас бетонные джунгли. А ощущение, что машина времени перенесла нас на тысячелетия назад. Это древняя китайская обсерватория. Ого! Вот это штука! Вот это девайс! Как еще это по-другому назвать? Конструкция. Чешуя дракона. Я понятия не имею даже, как можно было пользоваться этой вещью. Но об этом нам сейчас расскажет Ван Лоуши. Мы сейчас пойдем к нему в гости и узнаем все тайны Вселенной. Здравствуйте, господин Ван. Здравствуйте. Добро пожаловать в Пекинскую древнюю обсерваторию. Спасибо. Тут все так загадочно, так красиво. Вам повезло. Ведь еще около столетия назад вход обычным людям сюда был запрещен. Я действительно считаю, что мне повезло, потому что это чудесное место. Здесь так много вещей, связанных с китайской астрономией. И они такие все познавательные. Пожалуйста, расскажите нам об этом удивительном месте. Хорошо. Идемте за мной. Идемте. Сейчас мы поднимаемся на древнюю обсерваторию. Она была построена в 1442 году, то есть ей почти 600 лет. Как здесь интересно. Это древние астрономические инструменты, которые использовались для измерения времени и вычисления положения небесных тел. В Китае на данный момент используются три календарных системы. Солнечный календарь, Григорианский, Лунный и Ганьджи — сельскохозяйственный календарь. По солнечному календарю Земля вращается вокруг Солнца. Один ее оборот равен одному календарному году или почти 365 дням, что также равняется 12 месяцам. Каждый год начинается 1 января. По лунному календарю Луна вращается вокруг Земли. Один ее полный оборот равен одному месяцу. 12 оборотов составляет год, который состоит из почти 354 дней. Чтобы привести эту систему в соответствии с Григорианским календарем, один раз в три года, дважды в пятилетие и семь раз в 19 лет появляется добавочный месяц. Начало года считается с первого числа первого месяца. Это праздник весны. Сельскохозяйственный календарь представляет собой сочетание небесных столбов и земных веток, десятиричных и двенадцатиричных циклов, которые образуют год, месяц, день и час. Каждый год состоит из 12 дзе и 12 ти. Начало весны, или по-китайски ли чунь, является началом каждого года. А это что? Это солнечные часы. С их помощью в древности определяли время по тени от солнца. А сейчас они работают? Да. Тень пролегает сейчас вот здесь. Сейчас проверим. Телефон это современный, имеют часы? Смотрите, 11. Ширя. Сейчас действительно 11 часов. Мы можем только удивиться сверхточности древнего оборудования. Китайские календари неизменно связывают с 12 животными. А все потому, что древние китайцы использовали их для время исчисления. Андрей, давайте сейчас подробно узнаем об этих календарных знаках. Календарные животные использовались для лета исчисления. В древности у людей преобладало образное мышление. Арабских цифр не было. А еще императоры часто меняли названия годов. Простому народу было очень трудно их запомнить. Поэтому появилась идея обозначать года животными. В их число вошли те, что были на ободе близки людям. Что касается порядка их расположения, то достоверного обознавания нет. Можно предположить, что он связан с биологическими ритмами этих животных. Мыши активнее всего ночью. На рассвете крестьяне выводят в поля быков. Вслед за быками выходят на охоту тигры. С пяти до семи утра кролики едят траву. То есть каждому делу свое время. С семи до девяти, когда набегает туман, это время дракона. С девяти до одиннадцати на охоту выходят змеи. Полдень – это время отдыха и обеда у лошадей. Вторая половина дня – лучший период, чтобы постиг коз. В три часа дня обезьяны любят играть и развиться. После трех – работа заканчивается, все расходятся по домам. Во двора ходят куры, петухи. Быки и козы возвращаются в хлева. Наблюдается классическая картина счастливой деревенской жизни. Друзья, это Пекинский музей фольклора. Здесь, как я узнала, проходит как раз выставка, посвященная традиционному китайскому календарю. Но мы не можем пропустить эту экспозицию. Поэтому пойдемте посмотрим. Здравствуйте! Добро пожаловать на выставку знаков китайского зодиака. Спасибо! Согласно исследованиям, более двух тысяч лет назад китайцы использовали 12 зодиакальных животных для время и летоисчисления. В Древнем Китае один день делили на 12 так называемых больших часов. Каждый большой час был равен двум часам и обозначался каким-то животным. Летоисчисление при помощи 12 календарных животных ведется в этом же порядке. Летоисчисление при помощи 12 календарных животных ведется в этом же время. родился в год обезьяны, значит, это для него счастливый год, ну, потому что он судьбоносный, определяет цикл на 12 лет, и, значит, вот мне в этом году будет постоянно во всем вести, правда? Все как раз наоборот. У нас считается, что свой год не самый удачный, будет много неприятностей. И что делать? Не волнуйтесь, купите себе одежду или украшения красного цвета. Еще можно купить талисман, чтобы отвадить беду. Не стоит переживать, не бойтесь. Се-се, мне нужно закупиться срочно талисманами красной одежды, я даже своих друзей заставлю носить красную одежду, которые будут вокруг меня периодически. Пойдем за покупками. Субтитры создавал DimaTorzok Год судьбы – так называют год календарного животного, которому принадлежит человек. Почему год судьбы считается опасным? Люди наблюдали за смертью животных, заканчивался очередной 12-летний цикл. И это не могло не вселять страх в души народа. Поэтому они просили благословения известными им способами. Например, носили красную одежду, красные носки и так далее. Красный цвет символизировал огонь. Именно огонь дал толчок к развитию человеческой цивилизации. Поэтому ношение красной одежды приравнивалось к успеху. На самом деле опасность Года судьбы не имеет научного подтверждения. Ношение красной одежды сегодня всего лишь дань традиции. Ах, но все же очень хорошо, что невезучесть Года судьбы не имеет научного обоснования. Красная одежда – это всего лишь часть китайской традиции. Надежда на удачу, здоровье и долголетие. Но раз уж я в Китае, то должна следовать местным обычаям и нравам. Поэтому я отправилась за покупкой красной одежды. Но удачу. История 12 знаков китайского зодиака связана с культом животных. Это древняя народная культура, которая некогда влилась в народное верование и стала проявляться во многих аспектах человеческой жизни. Например, в браке, жизни и судьбе. В современное время животные китайского календаря часто используются как талисманы и символы удачи. Их можно встретить в устном и изобразительном творчестве. Все китайцы любят 12 зодиакальных животных. Например, этот петушок. Он может служить как декоративным украшением, так и емкостью под приправы. Очень красивый. Обезьяны! А вот они, собственно говоря, обезьяны. Три. Раз, два, три. Какая семейка чудесная. Да, китайцы действительно очень любят свой календарь. И символы древнего китайского календаря можно увидеть и в фарфоре, и в бумаге, и в дереве, и в ткани. Вот, я нашла то, что мне нравится. Какие чудесные цветные обезьянки. Такие милые. Наверное, это мне больше всего нравится. Вот эта обезьянка станет моим талисманом на этот год и принесет мне удачу. Хочу ее купить. Ах, мое женское естество полностью удовлетворено. Я выхожу с рынка с полным пакетом покупок. Я отчитываюсь, что купила. Красные носки. Две пары красных трусов. И ремень. Ну, а также, конечно же, эта чудесная обезьянка. Она мне так нравится. Я надеюсь, все эти талисманы помогут мне, и этот год сложится наилучшим для меня образом. Спасибо большое вам за вопрос. Надеюсь, мы сполна на него ответили. Вы пишите нам, и мы, конечно же, вам ответим снова. Спасибо, друзья. До встречи.